Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я ее ведущий Владислав Жуковский. Сегодня с нашими гостями мы поговорим об африканской чуме свиней. Постараемся понять, откуда взялось это заболевание в России и почему наши чиновники не могут справиться с заболеванием уже несколько лет. В нашей сегодняшней студии Денис Викторович Сухинин, владелец личного подсобного хозяйства Тверская область. Здравствуйте! Павел Анатольевич Муничкин, председатель Дмитровской ассоциации фермерских хозяйств. Здравствуйте! Николай Васильевич Арефьев, депутат Госдумы, фракция КПРФ, секретарь ЦК КПРФ, зампредкомитета по экономической политике и предпринимательству. И Андрей Евгеньевич Гогин, кандидат биологических наук, зав. отделом во Всероссийском научно-исследовательском институте ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии. Прежде чем мы начнем обсуждать эту проблему, предлагаю вам посмотреть видеосюжет, посвященный красной кем-нафриканской чуме свиней. В Россию со всего мира везут продовольствие. Из США говядину, из Китая свинину, из Норвегии рыбу, из Израиля картофель. Мы не в силах прокормить себя сами? Это просто национальный позор. Россия с ее эталонным черноземом меняет валюту на продукты первой необходимости, зачастую весьма сомнительного качества. А что же наше крестьянство? После лихих 90-х, когда либеральное правительство сделало все для развала села, страну спасли дачники и частники. Крестьянские подворья сумели прокормить не только себя, но и поддержать горожан. Они поставляли на рынок овощи, мясо, яйца, молоко, причем без химикатов и опасных добавок. Либералы в правительстве последовательно подрубали деревни корни. Они уничтожали колхозы, закрывали медпункты и школы. Но народ упорно держался за землю, за дом, огород, хозяйство. Летом 2013 года на село пришла новая беда – африканская чума свиней. Это вирусное заболевание не опасно для человека, но методы борьбы с ним подразумевают тотальное уничтожение свиней. Так в Воронежской области, где правит бывший министр сельского хозяйства Гордеев, с крестьянами борются как с врагами либерализма. Сотни тысяч свиней были забиты и сожжены. Люди лишились почти всего, что было с трудом заработано. Они подавлены, не знают, как жить. По селу в очередной раз нанесли мощный удар. Нам власть не хочет ни одна выйти и не объяснить ситуацию сложившей, выхода из нее. А у них одна цель – это уничтожение подворья. Были мы на селекторном совещании в районе, где прямо нам, как и сказали, что личное подворное хозяйство Воронежской области свистит до нуля. Сегодня для одних чума бедствия, а для других – мать родная. Она обогащает западных поставщиков мяса и их агентов в России. Как же бороться с этой чумой? И почему именно сегодня столь пристальное внимание делается этой проблеме? Андрей Евгеньевич, что скажете, как представитель именно фундаментальной науки, которая занимается разработкой антивирусов? Первый официальный случай африканской чумы свиней среди кабанов был зарегистрирован в конце 2007 года. До этого она в течение 2007 года регистрировалась на территории Грузии. В 2008 год из-за высокой плотности кабанов в Южном регионе передавалась эстафетна от кабана к кабану. И затем уже вышла на личные подсобные хозяйства Республики Северной Осетии Алании ввиду того, что там традиционно практиковалось выгольное содержание свиней. Параллельно происходили еще выносные так называемые вспышки в Оренбургскую область, Ленинградскую область, в Архангельскую, Мурманскую, Республику Карелия. А вот что касается органов исполнительной законодательной власти, вы как депутат Госдумы видите какую-то, может быть, адекватную реакцию чиновников на эту эпидемию, даже по большому счету? Что было сделано чиновниками? Либо российские чиновники, миссельхоз, просто, что называется, реагируют постфактум, не проводя необходимые мероприятия для предотвращения заболевания. Одним из первых пунктов вывода экономики из кризиса правительство отметило развитие малого и среднего бизнеса. Я посмотрел, а что же у нас с малым бизнесом? Мы его лишили всех прав гражданского состояния. Значит, только в первом полугодии у нас уничтожено 560 тысяч предприятий малого бизнеса. За то, что им увеличили там отчисления в социальные фонды, непосильно стало платить их. И таким образом их потихонечку уничтожают. А вот буквально весной мне прислали с Волгограда письмо по африканской чуме. Вот там я считаю, что это диверсия местных чиновников, потому что никто не видел эту чуму, никто не видел ее последствий, но приходили люди, называли себя штани санэпидстанцией, обливали живых свиней бензином, поджигали на глазах у детей. И вот таким образом расправлялись. Это просто были бандиты какие-то, наверное, которые засылали специально в фермерские хозяйства для того, чтобы уничтожать. Я написал в генеральную прокуратуру, она поручила Волгоградской прокуратуре расследовать это дело. А Волгоградская прокуратура мне прислала ответ, в котором изложила, как должны были действовать органы власти, но не как они на самом деле действовали. Я им вернул этот ответ, пришлите мне новое расследование. Ничего подобного, нового, ничего они мне не прислали. Мало того, что они уничтожили, ну вот таким зверским методом животных на глазах у детей, они обязаны были составлять акты уничтожения, в результате которых с этими актами люди должны получить, были компенсацию. Те же фермеры, те же граждане, которые, допустим, не фермеры. Но никаких актов никто им не дал. Компенсации шансов получить практически нет. До сих пор никто ничего не получил и не высудил. Так это что? Развитие малого среднего беденца или его уничтожение? Записано в инструкции еще советского времени. И написано, что запрещается на рынках торговать мясом, если оно произведено во второй категории опасности населенных пунктов, но разрешается в государственных торговых магазинах под контролем санэпидстанции. Поскольку на сегодняшний день никаких государственных торговых точек нет, тогда в Волгоградской области очень хорошо определили конкретных продавцов, которые будут торговать мясом, а всем остальным просто запретили. Особенно на рынках категорически. То есть местные чиновники еще успели хорошенечко заработать и золотиться? Конечно. Раздавать лицензии? Так я так полагаю, что никакой эпидемии чумы-то вообще-то и не было. Ее придумали для того, чтобы уничтожить колхозные рынки, уничтожить фермеров, а всю власть по торговле мясом передать вот этим большим магазинам. Я хочу разуверить уважаемого коллегу из Государственной Думы Николая Васильевича. На самом деле те, кто приходили, это были не бандиты, это были государственные чиновники. Это была исполнительная власть на местах. Чтобы не быть голословным, я, если позволите, приведу несколько свидетельств из разных регионов Российской Федерации о том, что происходит, чтобы наши зрители просто представили себе масштаб бедствия. Город Кимры, Тверской области. У нас сельскохозяйственный кооператив «Доверие». Сожгли все хозяйство – 150 голов и ферму. Сумма предварительного ущерба – полтора миллиона рублей. Мы разорены полностью, остались долги и шесть приемных детей. Судится уже сын. Суды откладываются один за одним. Семья безрезультатно пытается доказать незаконность уничтожения. Волгоградская область. Сегодня жгли несколько сел. Дядина, Радчинская, Поповка, Лафицкая – еще три села. На просьбу к районным властям показать результат экспертизы и подтверждение чумы. Ответ был таким. Если вам нужно, звоните в Волгоград, нам на руки ничего не давали. Наши свиньи здоровы, все плачут, проклинают ветеринаров власть. Белгородчина. У нас люди этим живут. Зарплата от трех до десяти тысяч рублей без хозяйства прожить невозможно. Свиньи у большинства – единственное средство к существованию, теперь нищеты прибавятся. Саратов. Сегодня мужчины из соседнего села были на приеме у главы района. Просили его показать им результаты анализа на АЧС, на что он ответил после долгих споров. АЧС у нас нет, есть приказ уничтожить свиней. И последнее. Воронежская область. Сегодня должны были жечь свиней в Осетровке и Ольховатке Верхнемамонского района. Люди поднялись и не отдали. Глава сказал, чтобы не давали им зерно на паи, за то, что они не отдают свиней. Не выделяли никакой помощи. Нервы у людей наколены до предела, готовы идти с вилами. Я, в принципе, мог бы читать всю передачу, потому что у меня сотни свидетельств. Можно выделить в них во всех что-то общее. И это общее – это два основных момента. Это, во-первых, крайняя некомпетентность органов исполнительной власти и конкретных чиновников абсолютно везде. По отношению вообще к сельскому хозяйству и, в частности, к проблеме АЧС. И, второе, практически во всех регионах есть признаки того, что под предлогом африканской чумы свиней реализуются некие коррупционные схемы. В адрес редакции телеканала «Красная линия» также поступили письма. В частности, от жителей села Новая Криуша Калачевского района Воронежской области. Это письмо есть у нас в распоряжении редакции. Есть и даже подписи, которые были собраны под этим письмом. Жители области, пострадавшие материальным и моральным результатом мероприятий по борьбе с африканской чумой, просят журналистов, в том числе и гостей, помочь достучаться до тех, кто решает их судьбу, и получить объяснение, как эти люди могут выжить, почему их хотят лишить средств к существованию. По обращениям тоже видно, что такая ситуация повсеместна. Это не то, что уникально, это просто практически везде так происходит. Особенно в Воронежской области обращения люди пишут, что творится просто беспредел. Действительно, свиней изымают безо всяких, не то, что со взвешиванием, даже описи не производят. И сжигают фактически живьем. Делают укол снотворного, обкладывают покрышками и сжигают. Говорят, верхние горят, нижние приходят в себя, орут, некоторые вырываются, бегают по полю. То есть это не то, что в цивилизованном государстве, такое представить даже невозможно. Но это происходит на самом деле. Людей запугивают, не просто там пришли добровольно, это с милицией, с прокуратурой делается. Пугают штрафами до 50 тысяч рублей, уголовной ответственностью. Люди не могут устоять перед властью и вынуждены отдавать. И исходя из этого, мы видим, что и компенсации они скорее всего не получат, мизерная. Хотя обещают там всего 60 рублей, это ниже себестоимости реальной на свинину. Но они даже этих денег не получат. Чиновники, либо представители Санкт-Петербурганской станции, когда приходят к гражданам, они предъявляют какие-то документы, какие-то справки, результаты каких-то обследований, какие-то взятые пробы? Как они решают, что? Чаще всего не предъявляют. Может быть, в каких-то исключительных случаях делаются какие-то анализы и приносят какие-то справки, но чаще всего нет. То есть чаще всего это какая-то филькина грамота, подписанная главой района, например. Или даже устная ссылка на постановление губернатора. Чаще всего анализы не делаются. То есть подстрелили охотники кабана. Кабан убежал под ранок и через два дня сдох, его нашли. Вот просто достаточно того, что находится дохвый кабан, для того, чтобы утверждать, что это африканская чума свиней, и прийти к людям, отбирать их собственность. Сейчас мы в России пользуемся для борьбы с африканской чумой свиней инструкцией 1980 года. Но даже эти инструкции, они повсеместно и многочисленно нарушаются. То есть чаще всего происходит сам настоящий беспредел. Насколько вообще правосудны и законны вот эти действия чиновников и представителей самопедемстанции, которые по большому счету зачастую даже не предъявляют реальных документов, подтверждающих факт вспышки чумы в том либо ином поселении, либо хозяйстве? Практически, я бы сказал, все случаи африканской чумы свиней были подтверждены лабораторно в нашем институте. Кроме вашего института, нету в России другого компетентного органа, который мог бы дать компетентный анализ? Лаборатория, которая проводит этот анализ, есть, но окончательный диагноз ставится в нашем институте. На основании этих результатов органы исполнительной власти в сфере ветеринарии комплектуют какие-то документы, которые положены о наложении карантина. Вот у меня в руках сейчас постановление губернатора Тверской области, господина Шевелева, в целях недопущения возникновения и распространения африканской чумы свиней на территории Тверской области, в соответствии с законом Российской Федерации 1993 года номер такой-то о ветеринарии, постановляю Первое. Установить запрет на содержание домашних свиней в хозяйствах всех форм собственности, включая личные подсобные хозяйства граждан Тверской области, имеющих первый и второй зоосанитарный статус, расположенных на территории бывших эпизоотических очагов, инфицированных объектов первых угрожаемых зон и в радиусе 20 км вокруг специализированных свиноводческих предприятий, отнесенных к третьему и четвертому компартментам. Сроком, внимание, на три года после отмены карантина. С точки зрения существующих законов эпизоотологических, как вы оцениваете вот это постановление? Львиная доля вспышек случаев африканской чумы свиней у нас зарегистрирована в личных подсобных хозяйствах. А какова статистика? Вот насколько мне известно, на июль 2013 года было 58 вспышек в личных подсобных хозяйствах. 58. И уничтожены при этом сотни тысяч свиней в личных подсобных хозяйствах граждан, и сотни тысяч людей разорены и изломаны их судьбы. Впечатление такое, что это какие-то суперсекретные данные, статистики, которые нельзя никому показывать. Которых граждане и фермеры знать не должны. Да, знать не должны. Потому что за ними кроются преступления, когда они секретны. А вот какова статистика, вот наконец-то? Вот мы от вас услышим сейчас, как от компетентного лица. Исчерпывающая информация, насколько я знаю, представлена на сайте Росслава. Ну, на сегодняшнее утро она там не была представлена. Николай Васильевич, а вот вы, как представитель законодательной власти, как можете прокомментировать вот такого рода постановления? Во-первых, в целях предупреждения и недопущения. Недопущения, это своего рода. То есть, если ее нет, то бессмысленно... Никакой эпизодии нет, чего никакой нет. А вот в целях предупреждения надо уничтожить все поголовье. Негласно, такими методами можно провести зачистку сельхозтерриторий и личных подсобных хозяйств на всей России. Теоретически, чтобы не было вспышки на Востоке. Я занимался, прокуратуру тряс, я ему говорю, покажите мне заключение санэпиднадзора о том, что есть тут чума какая-то. Какая там чума на оба ваших дома? Профилактика. Я не знаю. Профилактика. Так не показали. Тоже показывают. Вот губернатор приказал, а губернатор во сне увидел чуму эту. На каком основании он издал это распоряжение? По большому счету сегодня страдают, главным образом, мелкие подсобные хозяйства. То есть, скажем, те же самые граждане России, которые держат какой-то скот у себя на участке, им кормятся, частично продают его, выставляют на реализацию на рынках. Почему эти же самые мероприятия не проводятся, практически не проводятся в крупных свинокомплексах? Нет здесь какого-то лоббизма. Все происходящее, по-моему, указывает на просто лоббизм чистой воды. Вот можно посмотреть, на июль 2013 года, вот то, что нашли действительно, 58 случаев вспышки африканской чумы в личных подсобных и крестьянских хозяйствах, которых больше 17 миллионов в России находится. В то же время, неоднократно фиксировались вспышки на крупных агрохолдингах. В Тверской, Воронежской области, в Краснодарском крае. Но почему-то ни одного слова мы не слышали, чтобы уничтожить свиней. Там обои скота проходят на этих крупных свинокомплексах? Нет, там тоже уничтожение скота происходит, да. Хотя абсолютно варварски, ведь свинина не опасна для человека. Наоборот, идет, муссируется тема, что только на крупных агрохолдингах можно предохранить. Но практика показывает, что это не так, что они тоже поражаются. Наоборот, идет информация и муссирование, что уничтожить только личные подсобные хозяйства, которые на данный момент являются прямыми конкурентами как раз огромных агрохолдингов. Личные подсобные хозяйства сейчас более 50% производят сельхозпродукции, в отличие от агрохолдингов. И получают менее 4% помощи от государства. Олигархи от сельского хозяйства, свиноводы, получая, сидя на финансовых потоках гигантских, готовы на все, чтобы не допустить потери своей суперприбыли, и готовы уничтожить в том числе и село. Вот это прослеживается прям невооруженным взглядом. Денис Викторович, вот скажите, это с вашей точки зрения какое-то злонамеренное целеполагание, желание наших чиновников и, возможно, представителей самопедемоконтроля имени сельхоза помочь крупным нашим мясным комбинатам и производителям? Либо просто так все сложилось, что действительно крупные свинокомплексы, они более биологически защищены и не страдают? Это, безусловно, борьба, нечестная борьба, грязная борьба за сферы влияния, это борьба за рынок. Безусловно, существует африканская чума свиней, и, безусловно, это проблема для сельского хозяйства. Но горстка несколько десятков человек, олигархов, которые пошли в сельское хозяйство только потому, что у нас принята программа развития агропромышленного комплекса до 2018 года, согласно которой очень много денег, миллиарды, выделяются в сельское хозяйство. К этим финансовым потокам они не могли не присосаться. Сейчас я читаю удивительные вещи. Дерипаска строит свинокомплекс в Краснодарском крае. С другой стороны, после вступления России в ВТО, у нас таможенные пошлины на свинину упали до 0% на свинину и до 5% на живых свиней. То есть по живым свиньям там, по-моему, было 40% на пошлину? 40% до 5%, да, если я не ошибаюсь. То есть это опять-таки нанесет очень сильный удар именно по личным пособным хозяйствам? Нет, это нанесло удар по олигархам, которые за государственные деньги строят немыслимые нигде в мире комплексы на сотни тысяч свиней. За государственные деньги страхуют эти комплексы, то есть их риски также застрахованы. За государственные деньги им компенсируется ставка рефинансирования. И нашли как бы самого бедного и самого несчастного и слабого, на ком можно отыграться и за чей счет можно как-то свои сверхприбыли удержать. Это русский крестьянин. На крупных свинокомплексах бывают, происходят вспышки африканские чумы? Да, и на достаточно крупных, по 30-50 тысяч километров. У них же, насколько мне известно, гораздо более высокий уровень защиты и биологической, и против вирусов. Да. Как попадают вирусы вообще в принципе на эти крупные свинокомплексы? Не срабатывает вот эта вот биологическая защита. Очень интересный документ. Есть три степени зоотехнической защиты. Четыре, прошу прощения, четыре. Первая степень, по умолчанию, это все хозяйства, которые не задекларировали. Вторая, это если у тебя есть забор там и не бегают грызуну и не заезжают автомобили. Для того, чтобы получить третий и четвертый уровень, надо, чтобы на хозяйстве была исключена возможность контактирования работников хозяйств с домашними и или дикими свиньями и посещения работниками хозяйств, относящихся к компартментам 1 и 2. Вот как это возможно? Вот если применять на практике вот эту статью закона, то в принципе промышленное свиноводство, оно возможно только при условиях рабского труда или использования труда заключенных. Вот тысяча человек работает на свинокомплексе. У них есть сват, брат, кум, которые живут в соседних деревнях, которые держат свиньи. Вот как им можно запретить? Несколько я знаю, служба безопасности на крупных свиноводческих предприятиях отслеживает это, чтобы у людей, которые работают на предприятии, ни в коем случае не содержалось свиней. Ну а если у него умерла тёща в соседней деревне, то что служба безопасности запретит ему ехать? Да, видимо, запретит. Да, ну, перестаньте. Неужели невозможно государству провести какие-то профилактические методы, скажем, не просто забудь скота, а может есть какие-нибудь антивирусные препараты, может есть какая-то обработка скота и свиней, либо это вообще нету. Единственный способ борьбы по факту вспышка, изъятие скота и его забой. В том-то и дело, что вирус африканской чумы свиней и африканская чума свиней как заболевание, это то заболевание, против которого не существует вакцины, пока эффективной, не существует. Поэтому, как и в других странах, во всём мире при таких заболеваниях единственный метод борьбы – это применение санитарных мер. Наша инструкция, о которой вы говорите, 80-го года, предусматривает промышленную переработку свиней в первой угрожаемой зоне. Только мы её не можем применить, потому что у нас нет ни санбой, ни мясокомбинатов, которые бы это сделали. Нет, а в каких развитых странах уничтожаются свиньи, не бывшие в контакте с больными свиньями? К счастью, у них есть условия для переработки. Замечательно, то есть таких стран нет, это исключительный опыт Российской Федерации. Давайте спросим представителя Государственной Думы Николая Васильевича. В коррумпированном государстве и законы, в общем-то, соответствующие, которые поддерживают коррупционные методы ведения хозяйства. И поэтому мы сталкиваемся, как со стеной невозможно принять никаких мер, чтобы спасти того же фермера или крупное какое-то животноводческое хозяйство. Вот я занимался этой волгоградской проблемой, мне так и не показали заключение специалистов на то, что есть африканская чума. Профилактика была, профилактика. Вот постановление главы администрации, губернатора, вот примерно такое же. В целях предупреждения, недопущения, значит чумы нет, а в целях недопущения мы поголовье скота уничтожаем. Я хочу сказать, что коррумпированы сегодня все органы государственной власти, все. Вот я наблюдаю за Онищенко. Очень интересный человек. Феноменальная личность. Как только мы разругались с Грузии, вдруг Онищенко обнаружил, что вино какое-то у них некачественное. Разругались с Молдавией, опять Онищенко почему-то тут же определил, что вино вот оттуда поступает некачественное. А до этого не было. Вот недавно посадили в Белоруссии олигарха Уралкалия. Даже не олигарха в целом, а всего лишь его правую руку, генерального директора. И на другой же день Онищенко вдруг обнаружил, что вот некачественные молочные продукты поступают из Белоруссии. И лесная продукция не толкается. Правда вот он ничего еще не запретил, потому что там решается вопрос. Но я думаю, что если понадобится, то он запретит. У нас, по-моему, такими методами могут все что угодно. В аграрный комплекс России лезут главным образом именно крупный олигархический капитал с целью так называемого эффективного освоения бюджетных ресурсов. И вот есть даже такая точка зрения, что скандал на юге России связан с тем, что чуть ли не у премьер-министра России какой-то родственник является одним из крупнейших акционеров и владельцев одного из крупнейших в России мясокомбинатов. И что якобы чуть ли не в его интересах проводится забудь скота и российская территория. У нас в стране без власти. Потому что это, понимаете, как пауки в банке, грызутся все. Одни, ведь вы знаете, у нас много животноводческих комплексов сегодня построенных зарубежными предпринимателями. В том числе из Таиланда. Они все закрыты, туда заходить нельзя. Ну, они догадались, что они даже людей туда не пускают, только для того, чтобы не было прецедента к тому, что пришли чужие и занесли африканскую чуму. Они не пропускают. Но кто сказал, что нет конкуренции между нашими свободно гуляющими свиньями и вот этими закрытыми свинокомплексами. И они не лоббируют интересы своих предприятий, а не наших. И получается так, что небольшой фермер или домашнее хозяйство, она не может заплатить крупную взятку тому же чиновнику. А эти крупные холдинги, пожалуйста, они могут заплатить кому угодно, для того, чтобы сделали эпидемию, зарезали всех вокруг свиней, распродали кому угодно. А с этой стороны, уже с другой стороны подходят другие. А там крупные магазины, крупные торговые центры хотят уничтожить все колхозные рынки, чтобы их не было, чтобы всех торгашей затащить к себе и чтобы продукцию реализовывать у себя. То есть борьба не только с фермерами, но и с подконтрольными крупными федеральными сетями. А вы знаете, что у нас колхозные рынки закрываются один за другим. Я статистику смотрю, их там осталось уже около двух тысяч, а было 18 тысяч. Их все уничтожают. Закон придумали о рынках. Теперь только под закон попали и сельские рыночки небольшие. Как им-то выходить из этого положения? А в результате страдают кто? Опять народ и фермеры. А куда? В торговый центр пойдешь? Там мафия, не пустят. Там дадут тебе особую цену, самую низкую. Иди и сдавай. А колхозного рынка нет. Это так, как в Волжском городе Волгограде поступили. Там закрывают один рынок, а другой рынок не закрыли, потому что там народ уже восстал, потому что дальше терпеть уже было нельзя. Поэтому тут наживают все. И чиновники, и торговля, и мясокомбинаты, и производители свиней. И чиновники, походу, делают. Так нужен же какой-то государственный контроль, надзор. Кто-нибудь должен когда-нибудь хлопнуть кулаком и сказать, ребята, бросьте это дело. Так может быть, крестьяне возьмут вилы, вооружаться, коромыслы в руки вилы и выйдут на улицу. Да не дай бог, еще одна революция. А дойдет до этого. Уже такие были. Вы же помните дальневосточных партизанов? Николай Васильевич, вы говорите, что у нас нет власти. Но вы представитель законодательной власти. И мы собрали сейчас в этой студии пять взрослых мужчин. Каждый из которых переживает за то, что происходит. И говорить о том, что мы ничего не можем сделать, это просто признаться в собственном бессилии. А почему вы не можете сделать запрос к генеральному прокурору, как депутат Государственной Думы, на предмет по конкретным регионам, перечисленным, Тверская область мы назвали, Белгородчина, Воронежская. Это нарушение законодательства, это 285-286-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации «Злоупотребление служебным положением и превышение должностных полномочий». Эта статья у них на лбу написана, вот у этих губернаторов. Если вам дадут некомпетентный ответ, это будет ответ за подпись заместителя генерального прокурора, как депутату. Если это напишу я или мой коллега, нам ответит помощник прокурора района. Вот. Если ответ будет малокомпетентен, мы будем его обжаловать и уже генеральный прокурор это прочитает. Просто давайте попробуем что-то сделать и найти какой-то выигрыш, чтобы это было не просто передача. А я же вам говорил. А я, позвольте, вот вам передам официальное обращение. Давайте. Я же вам говорил, что ко мне обращались с Волгоградской области. Я в генеральную прокуратуру написал. Генеральная прокуратура очень аккуратно ответила, что принят к исполнению. Но отправили мое письмо Волгоградскому прокурору. Так я до сих пор на конкретные вопросы ответа так и не говорю. Давайте попробуем сделать еще. А потому что, я же говорю, в коррумпированном государстве все коррумпировано. И прокуратура, и полиция, и власть. Все. Это банда, которая не дает нормально работать людям. Я готов, если юридическая служба КПРФ, например, будет заниматься этим делом. Я занимаюсь последние 2-3 месяца этой проблемой. У меня только сотни свидетельств и сотни потерпевших, которые готовы будут прийти и подписаться. Помогите нам, пожалуйста. Я с удовольствием займусь этим делом. У людей она болела, действительно. Если уж не вы, то, судя по всему, уже никто в Госдуме этот вопрос не сможет поднять. А с законодательной инициативой КПРФ может выступить, например, о том, чтобы приостановить действия закона о ветеринарии на время. Вы знаете, мы каждый день, это как сводки с фронтов. Денис Игоревич, я думаю, что просто заблокирует партия большинства, коммунисты находятся в меньшинстве. Будет привлечено общественное внимание. Об этом будут писать. Это лично я могу сделать. Вот это надо делать. Я некомпетентен в этих вопросах. Давайте мне специалистов. Давайте я вам дам специалистов и давайте работать вместе. Давайте поговорим про такого персонажа, как Аркадий Дворкович, наш вице-премьер по инновационно-модернизированному развитию. И вот, в частности, у него созрела такая гениальная мысль. А почему бы не запретить домашним хозяйствам, подсобным хозяйствам держать вообще скот? То есть, не только даже на продажу, но сколько даже для личного потребления. Вот, вам не кажется, во-первых, что это вообще нарушение грубой конституции? А во-вторых, это инструмент оставить без средств к существованию, источника к существованию миллиона россиян? Получается, опять, лоббирование интересов крупных агропроизводителей, агрофирм. То есть, да, действительно, он предложил 22 июля на совещании, он курирует эти вопросы сейчас, запретить разведение и истребить. Якобы можно в крупных агрохолдингах только содержать. Что практика показывает, что это не так, что вспышки есть и там, и там. Я бы сказал, что это и государственная измена. Потому что на сегодняшний день 64% животноводческой продукции выращивается именно в личных подворьях граждан. 64%. Если мы сейчас запретим, то где мы эти 64% возьмем? Значит, будем покупать за границей, значит, кто-то его купил. Но вспомните другой вопрос. Помните, упал самолет Ту-134, потом Ту-154. И президент Медведев запрещает производство и эксплуатацию этих самолетов. Хотя вины самолетов в этом не было, там летчики были виноваты. Запретили. А когда упали Боинг, потом Аэрбас, никакого запрета не поступило. Чьи интересы лоббирует Медведев? Вот и спрашивается, если на самом верху кто-то лоббирует чьи-то интересы, тогда о чем говорить еще? То, что происходит сейчас, не имеет отношения, по всей видимости, ни к защите от африканской чумы свиней, там нашего свиноводства, ни, тем более, действительно, к защите интересов государства, а именно чисто защиты интересов крупных олигархов. Мы проходили, был у нас птичий грипп, вспомните, пугали им еще страшнее, но человеку передается, сколько было шума, сколько было крика. Очень поднялись, между прочим, птичники очень поднялись на этом, на всем. И птица вся жива, и что-то все, забыли, в долгий ящик убрали до нужных времен, когда достать. Я хотел еще, вот поднималась тема в письме, отметить, что это же колоссальное социальное значение несет вот то, что и последствия будет иметь, то, что происходит. Ведь на самом деле село сейчас загнано в такой угол, невозможный, там зачастую люди живут ниже прожиточного минимума, нету зарплаты. Ну, на селе зарплата в два раза ниже, чем в среднем. Выживают во многом, только благодаря личному подсобному хозяйству. А свинины, как самое быстрорастущее, это основной источник был и питания, и в том числе зарабатывание денег. Излишки могли продать, и собрать детей в школу, и что-то себе купить. Их лишают последней надежды и возможности зарабатывать. То есть село просто уничтожает. Зато удвоится ВВП в размере на душу населения. Скажите, а может, это правильная идея, Дворкович, запретить выращивание скота в пособных хозяйствах? Может, действительно риски высокие и не нужны они там? Предложить собственникам свиней поменять выращивание свиней на других видов животных? Предлагали на пчел поменять. На пчел на тюльпаны в Долгородской области. Вы ветеринар, а вот вам предложат идти, например, вы работаете эпизотологом, в зоопарк работать. А вот каким образом человек, который всю жизнь разводил свиней, вот каким образом без государственной поддержки, без всего, он брошен вообще на произвол судьбы уже десятилетия. И ему перепрофилироваться вот на тюльпаны предлагают. Вот в Белгородской области цветоводством предложил заняться губернатор и пчеловодством. Это возможно при существенной государственной поддержке перепрофилирования? Вот такой опыт был в Испании, там тоже, там 35 лет боролись с африканской чумой свиней, вот, потратили кучу денег, было там 35 там королевских указов. Людям помогли перепрофилироваться действительно, им давали там беспроцентные кредиты, им строили фермы, им закупали лучший там крупный рогатый скот, там баранов вместо этих свиней. Сейчас испанский фермер ездит на хорошей машине и его дети учатся в хороших школах. Вот, а у нас, вот, в Старицком районе Тверской области зарплата у крестьянина 8 тысяч рублей в сезон. Вот если он горбатится с утра до ночи, да, и у его жены 6. У нас поддержка государства фермер примерно раз в 35-40 ниже, чем... 13 долларов, а в Евросоюзе 300. Да, примерно в 30-40 раз ниже, чем в Европейском Союзе. Вот уничтожение, да, свиней идет, это единственный выход? Вот уничтожить, запретить, разводить, вот другого нет выхода, вот больше ничего нельзя сделать, вот это с точки зрения ветеринарии, вот то, что предлагает там Дворкович и так далее. Или все-таки возможно? Это какая-то хорошая профилактика резать скот. Я думаю, уничтожать-то не надо, можно цивилизованно убить на мясо, получить прибыль какую-то от этого и прочее. Вот есть у нас вирус, есть у нас восприимчивое животное, и есть фактор передачи. Вот чтобы нам разорвать эту цепь и победить болезнь, нам убрать надо один из факторов. Поскольку мы фактор передачи убрать не можем никак, не получается у нас, ментальность такая. Вот, тогда надо убрать восприимчивое животное. Если Дворкович говорит, что надо запретить выращивать животных в личных подворьях граждан, то это уже политический заказ. Вот он мне напоминает конец 80-х годов, когда, помните, у нас все было и вдруг все пропало. И здесь, вот вы заметите, вся политика нашего правительства направлена на то, чтобы довести до отчаяния какой-то институт, власть или экономику, сельское хозяйство. А потом сказать, а зачем оно в таком виде? Закрыть его, уничтожить не надо. Вот смотрите, была у нас мощная система Санкт-Петнадзора. Что от нее осталось? Вот мы говорим, там чума, какая бы она, птичий гриб, а кто с ней борется? А никто не борется. Потому что некому бороться, потому что уничтожили все эти институты, которые должны были бы бороться. Противочумные станции. Их сократили, там уже осталось по 5 сотрудников. Они ничего не отслеживают, они никаких исследований не проводят. И вместо того, чтобы сказать, давайте мы наладим ветеринарный контроль, нам говорят, давайте уничтожим все поголовье свиней и прекратим этим заниматься. Ну давайте, а завтра на овощи нападет какая-нибудь чума, давайте овощи производить не будем тоже. И чем же мы питаться-то будем в конце концов? Ну это же головотяпская, это изуверская политика, но она должна когда-то кончиться. Вот вы сейчас говорите, там революции будет или не будет. Но вот при такой политике нашего правительства, это же на высшем уровне, Дворкович говорит, эта революция просто неизбежна, иначе мы просто все похороним. Мы вчера похоронили Академию наук, Царствие Небесное, а позавчера высшую школу, а еще приняли закон об образовании, похоронили и начальное, и среднее образование. Так это уже не правительство, а ликвидационная комиссия, которая ликвидирует все на этой территории. Прямо какие-то вредители получаются у нас, они чиновники. Судя по всему, скоро будет происходить не массовый забой скота, а массовый забой правительственных чиновников, отчаявшимися фермерами. По поводу головотяпства и врагов я хотел добавить. Вот я посещаю много очагов тоже африканской чумы свиней, и вижу, как это все на самом деле происходит. Но по факту мы имеем что? Что сами собственники свиней скрывают падеж, выбрасывают его на помойки, выбрасывают его в леса, закапывают его где-то, где потом этот вирус опять подбирается и несется дальше, дальше и дальше. Вот в связи с этим я хотел обратиться к собственникам свиней, чтобы они ни в коем случае не затягивали с обращением к ветеринарным специалистам по поводу проявления каких-то признаков заболевания у их свиней. Сразу же обращаясь, ни в коем случае не скрывали падеж, и этим самым они помогут. Вот это прямое указание, люди почему прячутся? Да потому что боятся, они знают, если бы был нормальный порядок, они просто боятся, они знают, что все, им каюк. То есть только из-за этого, что нет ни законности, нет ни защиты государства. Уважаемые эксперты, подводя итог нашей дискуссии, хотел бы озвучить результаты опроса, голосования, который проходил на сайте канала «Красная линия». Вопрос был следующий. Распространение африканской чумы свиней в России связано, значит, 4% считают, что с низким финансированием научных исследований в области профилактики болезней животных. 21% считают, что связано с происками врагов России, заносящими в страну вредоносные вирусы. 33% уверены, что вспышка африканской чумы связана с развалом ветеринарной службы в стране. И 42% уверены, что вспышка и распространение африканской чумы свиней обусловлено коммерческими интересами чиновников и владельцев крупных свинокомплексов. Большое спасибо, что приняли участие в нашей сегодняшней дискуссии. Как мне кажется, эта тема долгоиграющая. Я думаю, что и в ближайшие не только месяцы, но и в ближайшие годы борьба с африканской чумой продолжится. Но, к огромному сожалению, скорее всего, как было сказано, будет продолжаться вот это головотяпство. И бороться с чумой будут, что называется, за счет кармана рядовых граждан и фермеров. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего вам доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!